итак давайте познакомимся с оставшимся миди редактором который не совсем стандартный и довольно редко используется но он во многих случаях может оказаться очень полезным таким дополнительным инструментом называется event event лист и на самом деле это очень сильный редактор очень классный и вот если я выберу какой-либо миди регион он мне покажет всю меди информацию который в этом регионе присутствует вот виде таких цифровых значений казалось бы что в этом такого удобного и хорошего но иногда это бывает реально очень удобно вот давайте я здесь открою в пиано роли например какую-то партию вот нашу линдрам например и здесь вот мы можем посмотреть то есть для вот в этом выбранного региона я могу отдельно фильтровать информацию который мне интересно например здесь сейчас выбраны почти все мне неинтересно контроллер мне неинтересно pitch band программ change aftertouch и так далее aftertouch такой мне тоже не интересен но мне интересно ноты то есть вот я вижу здесь у нас у меня присутствует ноты и вот они все здесь показаны что я могу сделать я могу например для каких-то нот отдельных то есть я выбираю здесь хоть ноту он здесь тут же и подсвечивает в списке ну и наоборот я могу здесь выбирать у меня здесь тоже подсвечивать я могу поменять тот самый меди канал про который я уже говорил то есть опять же если мы сейчас в пиано роли включим отображение цветов по меди каналу мы сейчас у всех первый меди канал стоит я могу какой-то ноты сменить например на 16 или там 12 3 и так далее и вот у нас цвет сейчас поменялся то здесь мы можем очень быстро поменять меди канал далее здесь сюда можно добавить еще артикуляцию тот про что я говорил то здесь например в этом инструменте артикуляция у нас недоступна но есть инструменты например для в сэмплерах сейчас я создам новый инструмент software инструмент загрузим сюда ну просто вручную сейчас я загружу сэмплер и в сэмплере у нас здесь есть в закладке например strings точнее оркестрал здесь есть такие полноценные скрипки и вот вы увидите что здесь есть у некоторых у некоторых инструментов значок плюс нужно сталкивались этим значком в барабанах в драмере когда у нас плюсы значит полноценная версия поканальная так вот вот эти значки плюс означает что у нас есть несколько артикуляций у этого инструмента то есть возьму скрипки и вот если я выберу создам сейчас здесь какой нибудь миди регион пустой допустим давайте поставим соло я просто сейчас пропишу какую мелодию давно присматриваетесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас вот такая у меня есть просто гамма и здесь у нас есть очень большая возможность вот видите появилась возможность выбора артикуляции это очень удобно делать именно в event листе в event редакторе и я могу например какие-то ноты ну допустим все ноты вот это вот второго такта я могу поменять на пицциката а вот эти ноты я могу поменять например на трилы и вот так это будет звучать при этом все это на одном инструменте и ничего мне нужно прописывать дополнительно то есть я могу прямо здесь вот эти артикуляции менять при этом здесь еще также можно поменять размер ноту сейчас меня все ноты одинаковые я могу какие-то ноты сделать короче какие-то ноты по длиннее это тоже довольно удобно причем вот в случае с здесь барабанами я могу какие-то ноты увидеть какие у меня здесь некоторые ноты пересекаются то есть я могу их как-то укоротить сократить и так далее причем вот тут можно увидеть что несколько нот одновременно друг на другом находится то есть вот я вижу соль диез первой октавы и соль диез прямо рядом стоят друг на друге и я могу так таким образом идентифицировать вот эти все скажем так наслоившиеся ноты друг на друга то есть то о чем я уже говорил что это не очень хорошая идея и такие ноты иметь в особенно в барабанной партии и здесь кстати вот в edit можно как раз в select всякие такие вещи выбирать тоже то есть можно overlapped events выбирать и вот он мне здесь подсветит те элементы которые у меня ну так или иначе где-то пересекаются естественно здесь в данном конкретном случае он выделил меня в том числе и на других нотных значениях но я могу так или иначе здесь увидеть что где-то есть какие-то проблемы то есть что-то удалить что-то убрать если поработать с этим получше select может equal events лисы меди-ченнел лисы с пози шин сам артикулей шин то есть можно разные номер сайта пози шин вот у меня некоторые ноты которые находятся на тех же местах относительно тактов то о чем мы говорили то есть можно разные select и делать и прям в списке сразу видеть вот overlapped events еще раз что у нас тут еще есть all following of same pitch то есть можно разные выборы делать и потом с ними что-либо делать удалять ну или также здесь можно транспору делать move который мы уже смотрели то есть здесь все есть ну и можно конечно же дубликат дубликата удалять здесь можно разные функции которым уже смотрели здесь также делать и таким образом здесь что-то чистить менять велосипед то есть довольно удобный редактор и еще раз напомню что здесь не только мы можем но ты видеть мы можем видеть какие-то программные значения то есть есть у нас где-то есть педали вот например здесь у нас есть какие-то методанные по второму каналу статус то здесь можно информации тоже есть что это такое то есть можно ее вообще почистить удалить нам не нужна например это какая-то мета информация о например лупе и так далее то здесь все это можно выделить и вот control change то здесь нас есть педаль сустейна я могу ее увидеть отдельно здесь то есть я убираю ноты и оставляю только педаль сустейна сейчас я открою здесь у нас сустейн вот то что мы это прописывали я могу очень легко вот здесь просто удалить или не удалять поменять например положение то есть я могу например чтобы начиналось чуть раньше или чуть позже могу как-то подредактировать окончание то есть цифровыми значениями иногда это бывает реально очень полезно поэтому имейте ввиду такой редактор позволяет какие-то отдельные вот additional info может прописывать эту информацию дополнительно то есть можно разными способами пользоваться но или даже просто для работы с нотами работы с барабанами очень легко и когда мы собственно с производим у нас вот это вот желтая линия показывает что сейчас нас воспроизводится и также можно сделать квантизацию здесь можно добавлять какие-то значения но ты какие-то то есть прописывать вот сейчас здесь по playhead добавил ноту можно у нее поменять параметры здесь по сути так тоже такой дополнительный миди редактор в нем также можно создавать информацию редактировать уже существующую это конечно не так удобно и наглядно как в том же пиано роли но для какого-то дополнительного редактировать как тот же самый смена миди канала здесь это очень удобно делается и вот сразу возвращаясь скор если мы возьмем наше фортепиано откроем его еще раз скоро но мы видим что некоторые партии здесь сперва идет как бы левая рука до потом переходит на правую руку вот если я хочу например чтобы вот эти ноты у нас были для левой руки а вот эти оставались для правой что могу сделать я могу выбрать все те ноты которые хочу чтобы были для левой руки то есть я могу прям сейчас мы выберем pointer tool вот эти ноты вот эти ноты вот это я хочу чтобы пианист играл левой рукой и допустим вот эти ноты тоже эти вот эти и просто у них вот здесь в ивент листе они выделились я просто ставлю им третий канал вот и после того как я поменял им канал на 3 у нас по ноты по звукового воспроизведения ничего не поменялось по что у нас инструмент воспроизводит все каналы меди информации а вот скоро я могу выделить для этой для этого региона стиль который называется piano 13 и вот он не автоматически то что почему называется 13 это называется первый третий канал то есть то что у меня на третьем канале автоматически переносится в левую руку то есть для тех кто не знал как и что делать вот с левой правой рукой вы можете просто правую руку оставлять на первом канале меди все ноты которые должны отображаться вскоре editor как левая рука вы можете их эти ноты выделить ну причем вскоре может быть не очень удобно можно выделить вот здесь то есть самые низкие ноты вот они как раз желтым подсветились точнее рыжим потому что у них другой меди канал а я как раз указал цвет по меди каналу то есть вот я хочу чтобы пианист сыграл вот это левой рукой а дальше правой рукой продолжить секвенцию ну допустим я вот так вот распределил по нотам я просто эти ноты могу здесь выбрать в event листе быстро их поменять на нужный канал третий и вскоре у меня все это автоматически при выборе вот этого стиля 13 отображается вот именно так как я задумал то есть начиная с левой руки в правую и здесь то же самое с левой руки в правую и таким образом можно всю фортепианную партию да не только фортепианную органную тоже в том числе где тоже есть левая правая рука разделять вот по таким каналам кстати вот у органа поэтому тоже есть стиль который называется сейчас его тоже откроем то есть он так и называется у нас орган 135 например то есть вот здесь сейчас давайте выберем просто торган вот сейчас у меня как раз стоит 115 то есть у меня час первый канал и 5 канал отдельно для педали могу выбрать 135 и таким образом мне первый канал автоматически становится правой рукой а третий канал левой рукой но в данном случае меня партия басовый поэтому мне придется в пиано роли выделить все ноты и вот здесь в ивент листе поставить им третий канал тогда возвращаясь скоро вот у меня опять все переместилось в левую руку но теперь это скажем так уже преднамеренно то есть это не потому что logic сам решил что раз ноты басовые значит они автоматически идут в левую руку а потому что я уже как создатели партитуры заранее понимаю что музыкант будет играть эту партию левой рукой независимости от того в басу она или можно заходит на скрипичный ключ все равно я понимаю что музыкант должен это играть левой рукой а все что я хочу прописать например чтобы вот при вот эти ноты были в педали допустим я просто не вставлю 5 канал и вот они перемещаются вниз на педаль то есть очень удобно с помощью вот миди каналов с помощью вот этих стилистик вставил их и с помощью ивент листа редактировать эти параметры и их применять на практике вот такими моментами и вот здесь также это можно увидеть за счет цветов разных цветов миди канал вот ну то есть вот то что я хотел вам показать по event листу очень полезный редактор можно как я уже сказал дополнительной информации менять и также ноты менять велосипед здесь очень наглядно можно поменять отсортировать ту или иную информацию то есть можно сразу видеть чисто контроллеры или чисто какие-то pitch band информацию и так далее очень удобный редактор в некоторых случаях просто незаменимый можно сказать то есть таком в текстовом виде увидеть